Сегодня я нашел в интернете интересную информацию о том, как один напиток влияет на состояние здоровья человека. Знаете, эксперт Джейн Франклин из Сиднейского университета, она проводила опыты на мышах. Поила этим напитком всего в течение одного месяца. В результате мыши стали более активными, агрессивными и у них изменилась структура 300 белков в мозге. На минуточку, что такое белки мозга? Это ваша память, это ваши реакции, это ваш жизненный опыт, это ваши эмоции. Фактически это ваша социальная жизнь. Это ваша интеллектуально насыщенная, эмоционально насыщенная жизнь. Месяц регулярного приема и такие серьезные изменения. Ну, вы знаете, некоторые люди, чаще мужчины, проводят эксперименты с этим напитком на себе. Результаты, ну, неутешительные. Увеличилась частота рака простаты, рака поджелудочной железы. Избыточный вес, сахарный диабет, остеопороз, то есть кальций выходит из костной ткани. Мышечная слабость, даже параличи и вплоть до синдрома Альзьемера. Ну, не говоря уже о сердечных приступах. Вы знаете, вот такой конгломерат вызывает вот этот самый напиток. Кстати, если у вас есть какие-то из вышеперечисленных заболеваний, вы видите мои контакты. Я врач, фитотерапевт, диетолог Борис Качко. Ну, половину из них лечу. Конечно, синдром Альзьемера, это тяжелая патология мозга и, увы, необратимая. Паралич тоже, скорее всего, что я вам вряд ли чем-то помогу. А мышечная слабость, сахарный диабет 2 типа. Сердечные приступы, я тоже знаю, почему получаются. Потому что проходимость сосудов и вязкость крови не соответствуют работе, которую вы выполняете. Вот и все. Я научу вас, как правильно жить, чтобы не попадать на эти проблемы. Остеопороз, ожирение или избыточный вес тоже великолепно лечится. Почему? Потому что ключевая точка в обмене веществ, состояние печени. Плохо работает печень, и организм не может усвоить кальций, поэтому в костной ткани у остеопороз. Плохо работает печень, и организм не может переводить избыток пищи в энергию, накапливает в виде жиров. Все нормально, все понятно. Поэтому, если вам нужно, обращайтесь. Что это за напиток? Ну, многие, наверное, решили, раз мужчины, значит алкоголь. Ну, что подобного. Мужчины тяжело физически работают, у них появляется чувство жажды, и, к сожалению, они удовлетворяют чувство жажды не водой, а газированными напитками, сладкими водами. Именно сладкие воды приводят к такому комплексу нарушений в организме. И, к сожалению, не все обратимо. Поэтому, если вам понятно вот эта информация, ну, я думаю, что на славянском пространстве есть грушки, есть яблочки, есть домашняя консервация, там какая-то фруктовая варенье, повидло, джемы, которые можно развести в воде и получить точно такой же сладкий напиток, побаловать свой мозг, и самое главное, восполнить дефицит жидкости, который в организме возник. А газированные напитки, ну, пейте реже. Кому-то, если знаете, что кто-то пьет, много злоупотребляют, ну, дайте ссылочку на это видео, пусть он посмотрит, пусть переоценит ту ситуацию, в которой он сейчас находится. Ну, а если еще раз напомню, если вам нужна моя помощь, вы мои контакты видите, вы легко можете по ним обратиться.